Ночь на 22 июня 2004 года преступная группировка захватила Назрановский пост ДПС и прилегающий участок дороги, что позволило боевикам беспрепятственно передвигаться и убивать сотрудников полиции, проезжающих по этому маршруту. От рук бандитов тогда погибло около 80 человек, более сотни были ранены. Далее группа вооруженных людей буквально оккупировала город и захватила несколько складов с оружием. Через несколько лет после тех трагических событий на скамье подсудимых оказались 11 участников нападения на Назрань. Большинство из них получили сроки от 11 до 15 лет, а их сообщник Илья Сганиев в колонии срогого режима проведет остаток жизни. В ходе следствия все обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали под давлением собранных следствием доказательств. Однако в суде они изменили свою позицию защиты и отказались от данных и ранних показаний, в том числе от признания своей вины. Перед судом предстал и Али Тазеев, он же Магас. На его совести еще одно громкое преступление. Нападение на главу республики Юнузбека Евкурова, в результате которого погибло два человека. А сам Юнузбек Евкуров с тяжелыми ранениями был доставлен в одну из московских клиник. Ему предъявлено обвинение в совершении вооруженных нападений в июне 2004 года на объекты правоохранительных и военных структур на территории республики Ингушетия, а также убийство сотрудника правоохранительных органов, в том числе убийство исполняющего обязанности министра внутренних дел республики Ингушетия. За совершенные диверсии Али Тазеев получил пожизненный срок. Та же судьба постигла и организатора взрыва у здания Назрановского РОВД. 2 марта 2010 года в ходе спецоперации Выкажева сотрудниками ФСБ были уничтожены шестеро членов незаконных вооруженных формирований. В том числе и Саид Бурятский, организатор того теракта, когда террорист-смертник протаранил ворота РОВД на газели, круженной взрывчаткой. 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел в момент построения личного состава. В этом взрывном устройстве стояло два детонатора. Одно механическое, которое террорист сам должен привести в действие. А если его ликвидируют, то ему помогают его же подельники, которые находятся на определенном расстоянии, все это наблюдают. Пострадали не только полицейские, находившиеся в эпицентре взрыва, но и жители города, чьи дома были расположены в радиусе 200 метров от него. Десятки человек погибли, сотни были ранены. В их числе и брат Али Гадзеева, чье тело опознали одним из первых. Где вот спуск, ну подвальное помещение, там подвал был под зданием рода. Вот такой вот там был бордюрчик такой небольшой. Вот за ним телефон завалился и там лежал, они его там нашли. Ну и потом впоследствии там выяснилось, что вот где он сам, ну фрагменты тела его. Именно вот в этом месте тоже, вот они его первым вытащили, цифру один присвоили, ну номер один. Но на этом череда терактов на территории Ингушетии не закончилась. Спустя три года в Сагапшах произошел взрыв во время похоронной процессии, на которую собрались родные, близкие и коллеги погибшего накануне от рук боевиков сотрудника полиции. В результате этого теракта погибло семь человек, еще 15 получили ранения. В момент взрыва двор Кориглых был полон соболезнующих, а отец погибшего полицейского готовился к чтению за упокойной молитвы. Я вообще представления не имел, что это такое. Потом, когда уже более-менее пришел себя, понял, что это там очень мощный взрыв был. Люди стояли на намазе, на них мясо живое падало, люди падали в обморок, совершенно здоровые люди. Первоначально в совершении теракта подозревали Хамзата Альдеева, жители Сунжинского района Ингушетии. Но результаты экспертизы ДНК показали 95-процентное совпадение с ДНК родственников 29-летнего Хусейна Идилова, уроженца Чеченской республики, сына бывшего начальника Аргунского РОВД Хамзата Идилова. На популярном видеохостинге следователи обнаружили запись, на которой видно, как участники незаконного вооруженного формирования и среди них Хусейн Идилов занимается подготовкой взрывного устройства, возможно, того самого, которое было использовано при совершении теракта в августе 2012-го. Этих людей очень прошу, чтобы они остановились, чтобы они безвидных людей не губили, не расстреливали, не сжигали. Это же вообще, если бы этот день посмотрели, это ужас был, ужас. Я не желаю этого, никому не желаю такой день. Организатор этого теракта Духу Умаров в итоге тоже получил возмездие за содеянное. Доказательства его смерти позже разместили в сети интернет как убедительное свидетельство того, что ни одно совершенное членами НВФ преступление не останется безнаказанным, сколько бы времени ни прошло и где бы они ни прятались. Майзина Пугоева, Новости 24. Майзина Пугоева, Новости 24.